Мы проводим мероприятие в рамках образовательного форума Российского государственного гуманитарного университета на базе представительства РГГУ в Праге. Здесь собрались руководители филиалов и представительств РГГУ по всей России и зарубежные тоже есть. У нас в составе РГГУ 34 филиала и 18 представительств. Практически большая часть их, может быть, почти все здесь представлены. Это структуры, которые ведут образовательную деятельность или организуют заочное обучение в рамках РГГУ по всей стране. Я могу назвать и Поволжье, Саратов, Казань, Ярославль, Дверь. Я могу говорить о Элисте, это, так сказать, я могу назвать и Калининград, и пригороды Петербурга, и, конечно, Подмосковье, Иваново. Ну, в общем, это огромная сеть. Собирались они для того, чтобы обсудить проблемы, образовательные ситуации в своих регионах, обменяться опытом, наметить какие-то пути дальнейшей работы, координацию научной и исследовательской деятельности, подготовки кадров, повышение квалификации, ну и целый ряд других сюжетов. В этой встрече принимают участие и руководство РГГУ, и ректор РГГУ, его первый проректор, поэтоуправление регионального развития и целый ряд других представителей нашего базового УЗА. Мы уже не первый раз в Праге. В апреле месяце мы проводили здесь же культурный форум нашего университета с привлечением структур по истории искусства, театроведения, арт-дизайна. Здесь были развернуты две выставки, посвященные российскому зарубежу и современной фотографии. Была небольшая группа наших певиц, потому что в РГГУ есть и направление подготовки, которое называется хоровое пение. Ну и я считаю, что эту традицию надо продолжать. Я надеюсь, что в конце ноября-начале декабря у нас будет еще одна встреча под таким названием, как Дягилевские встречи в Праге и наследие Дягилева в Праге. Кстати, в прошлый раз мы участвовали в этом здании, заседании Координационного совета высотечественников в Чехии. И думаю, что в следующей встрече, связанной с Дягилевым, мы тоже пригласим их, это будет уже в стенах посольства, поскольку эти встречи и наши мероприятия, они всегда проводятся совместно с Россотрудничеством и, конечно, с посольством Российской Федерации в Чехии. Нас очень активно поддерживали посол, и очень многие мероприятия, которые мы намечаем, они организованы в тесном координации способств, включая и такие, как предстоящие мероприятия на Канаде 63-й Победы, которые мы тоже будем проводить, ряд других. Вот в рамках этой встречи, которая сейчас происходит, возникла инициатива подготовить почву для образовательной выставки высшего образования России в Чехии. И я думаю, что мы будем готовить эту встречу в ближайшее время. Я надеюсь, что в следующем году такая встреча состоится.